Рецептов плова существует множество. Этот вариант подойдет для тех, кто не любит морковь. Берите на заметку мой рецепт. Этот способ приготовления станет актуальным, если кто-то наотрез отказывается есть блюдо с добавлением моркови или если случилось так, что все есть в наличии, а моркови нет. Что делать? Приготовить плов без моркови. Конечно, настоящим узбекским такой плов не получится, но будет тоже очень вкусно. Что нам дает морковь? Морковь обогащает плов ароматом и сахарами. Поэтому если необходимо приготовить это блюдо без этого чудесного оранжевого корнеплода, то просто замените его на изюм или айву. Я предлагаю добавить сахар. Помимо риса необходимо добавить достаточное количество мяса и лука, ну и конечно немного специй для яркого вкуса. Мясо 500 грамм, мякоть у меня свинина, рис 250 грамм, лук 1-2 штук, чеснок 1 штука, растительное масло 50 миллилитров, сахар 1 столовая ложка, соль, по вкусу, специи, по вкусу, количество порций, 6, 8, подготовьте все ингредиенты. В казан или в сковороду с толстым дном налейте масло и раскалите его. Положите нарезанный полукольцами лук. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанное средними кусочками мясо. Посолите мясо по вкусу и готовьте на сильном огне до легкой поджаристой корочки. Добавьте горячую воду, сахар, специи и соль. Зирвак должен быть слегка солоноватым с учетом риса. Тушите мясо после закипания на минимальном огне под крышкой 20-30 минут. Затем добавьте очищенные зубчики чеснока, можно прямо в шелухе, предварительно необходимо снять верхний слой. Добавьте промытый рис. Рассыпаем его прямо сверху, не перемешивая. Долейте немного воды, чтобы она была выше риса на 1 сантиметр. Накройте казан крышкой и готовьте на среднем огне до полуготовности риса. Как только вся жидкость впитается, соберите рис горкой к центру, накройте любой подходящей сверху тарелкой, затем опять крышкой и готовьте уже на медленном огне еще 10 минут. Плов без моркови готов. Перед подачей перемешайте его и по желанию добавьте свежую зелень. Приятного аппетита.